приветствую всех на своем канале занятия для души вязания с натальей волковой отдельный привет хочу передать спонсорам моего канала а также донатом группы вконтакте мне очень приятно что вы решили поддержать мое творчество и так сегодня я вам хочу показать один из своих можно сказать самых любимых ажурных узоров спицами мне он очень не нравится я его достаточно часто использую своих работах фото своих работ я вам оставлю чтобы вы посмотрели как он выглядит в изделии также вот я выполнила свою новую работу в которой также использую именно этот узор мне он нравится тема что у него не очень крупные дырочки раппорт узора небольшой и он достаточно легко вяжется осмотрится в изделии на мой взгляд он этот узор интересно тут со мной давно на канале тут вполне возможно видел что на этот узор у меня ранее был подготовлен видео инка но проблема заключается в том что это один из моих самых самых первых видео инка и на мой взгляд он уже конечно он не очень удачный не очень хорошо снятый не очень понятно я там объясняю каким образом я выполняю этот узор ну конечно опыт он приходит со временем том числе и в подготовке видео инка поэтому для того чтобы вязальщицам было более удобно работать именно с таким узором я решила сделать новое видео мк который я в том числе дополню вот вот этой схемой по которой я буду работать эту схему я оставлю в конце данного видео и и при желании вы также сможете сделать скриншоты распечатать и и по этой схеме работать так как это схемы в старом видео мк ее к сожалению не было и многие вязальщицы с этим вопросом ко мне обращались конечно что по схеме им поудобнее будет работать и так как вы видите сам раппорт узора он небольшой как я уже вам и сказала он состоит всего из 6 петель то есть небольшой раппорт узора и так для начала что необходимо будет сделать это набрать количество петель не кратные 6 и и плюс до 2 дополнительные петли я буду продолжать вязать свой образец то есть это я показывала в предыдущем видео мк каким образом можно связать оформить низ и изделия если вы например не хотите использовать резиночку если вам не нужно чтобы низ изделия он как бы собирался то вот такой на мой взгляд достаточно интересный вариант замены резинки в частности и в этой работе если вы обратили внимание я точно также использовала данный вариант оформления низа потому что мне не нужно было чтобы низ изделия он собирался ссылочку на данное видео мк я обязательно оставлю в описании к этому видео поэтому если вы его не видели и у вас есть желание заходите смотрите возможно для кого-то он будет интересным и полезным на данный образец я набрала 20 петель что как раз мне очень хорошо подходит и на второй образец узора поэтому я продолжу его дальше так сказать вязать этот образец сверху я вам оставлю именно схему чтобы вы могли сразу видеть как я провязываю этот образец и и в том числе ориентироваться по схеме и так мы снимаем первую кромочную петлю далее по схеме у меня идет одна лицевая петля следующие две петли я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо для этого я как бы поворачиваю эти две петельки для того чтобы они красиво у меня были провязаны таким вот образом делаю двойной накид 1 2 следующие две петли провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево здесь я ничего не поворачиваю потому что здесь у меня хорошо лежат петельки то есть просто провязываю 2 вместе лицевой 2 лицевые 2 следующие петли провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо двойной накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевые 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо предварительно поворачиваем эти петельки двойной накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 1 лицевая и кромочная изнаночная так вот мы с вами провязали первый ряд узора на схеме у нас не указанные четные ряды то есть как вы видите на схеме указаны только ряды нечетные 1 3 5 и так далее это означает что следующий изнаночный ряд вы должны вязать по рисунку то есть я поворачиваю работу и по рисунку мы смотрим что у нас все петли провязываются изнаночными но опять же предыдущем ряду мы провязывали двойные накиды поэтому я их провязываю следующим образом то есть вот я дошла до двойного накида я провязываю первую петлю изнаночной а вторую петлю я провязываю лицевой далее следующие по рисунку мы провязываем все петли изнаночные а именно 4 петли доходим до следующего двойного накида 1 петля изнаночная следующая петля лицевая 4 изнаночные петли также 1 петля изнаночная 1 петля лицевая и довязываем уже до конца края последняя кромочная петля изнаночная так мы с вами провязали второй ряд и далее вяжем следующий третий ряд снимая первую кромочную петлю далее следующие две петли мы провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо предварительно я поворачиваю эти петли 1 накид 2 лицевые петли далее 1 накид следующие две петли провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо 1 накид 2 лицевые петли накид 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо накид 2 лицевые петли 1 накид 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево и кромочная изнаночная петля таким вот образом у нас все получается то есть раппорт одного узора получается у нас вот он с вами 6 петель вот это один раппорт узора и далее у нас идет повтор то есть на образце 3 раппорта узора сейчас на данный момент мы провязываем далее вы поворачиваем работу и так как в предыдущем ряду не было двойных накидов то есть до конца ряда это у нас четвертый ряд я провязываю все петли изнаночные включая и накиды предыдущего ряда таким вот образом довязываем до конца ряда и так довязала до конца 4 ряд поворачиваем работу и вяжем пятый ряд снимаю первую кромочную петлю далее согласно схемы мы провязываем одну лицевую петлю 1 накид 2 вместе лицевой с наклоном влево следующие две петли провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо предварительно повернув эти петли вот видите рисунок он красиво ложился если вы не повернете эти петельки у вас рисунок не будет хорошо и красиво 1 накид 2 лицевые петли 1 накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 вместе лицевой с наклоном вправо предварительно повернув эти петельки 1 накид 1 лицевой с наклоном вправо предварительно повернув эти петельки 1 накид 1 лицевая кромочная изнаночная таким вот образом выглядит узор уже немножечко его видно далее поворачиваем работу и вяжем 6 изнаночный ряд так как не было у нас двойных накидов то есть до конца ряда я провязываю все петли изнаночные включая и накиды предыдущего ряда таки довязала шестой ряд до конца все петли изнаночные кромочная изнаночная поворачиваем работу вяжем следующий седьмой ряд снимаем первую кромочную петлю далее согласно схему у нас идет 1 накид 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево 2 лицевые петли следующие 2 петли провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево 2 лицевые петли 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево 2 лицевые петли и в конце ряда мы провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо предварительно повернув петельки накид и кромочная изнаночная так мы с вами провязали уже можно сказать большую половину узора далее мы вяжем следующий 8 ряд согласно узору он вяжется по рисунку то есть изнаночными петлями но не забываем что в этом ряду предыдущем вернее в седьмом ряду у нас были также двойные накиды то есть я провязываю изнаночные петли дохожу до двойного накида и провязываю его аналогичным способом как вам показывала то есть 1 накид я провязываю изнаночной петли 2 накид я провязываю лицевой 4 изнаночные петли 1 накид изнаночные петли провязываю 2 лицевой петли 4 изнаночные петли последний накид я провязываю просто изнаночной петелькой кромочная изнаночная так вот получается мы с вами провязали 8 рядов и далее вяжем следующий 9 ряд осталось нам провязать буквально четыре ряда так согласно схемы я снимаю первую кромочную петлю далее следующую петлю провязываю лицевой 1 накид 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево следующие 2 петли сразу провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 2 лицевые петли накид 2 лицевой с наклоном влево следующие 2 петли провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо 2 вместе лицевой провязываем с наклоном влево 2 вместе лицевой провязываем сразу следующие с наклоном вправо 1 накид 1 лицевая кромочная изнаночная так вот мы с вами провязали это получается 9 ряд далее мы вяжем следующий 10 ряд согласно узора все петли изнаночные и накиды в том числе так вот и довязала 10 ряд все петли изнаночные у нас осталось провязать буквально два ряда чтобы закончить один раппорт узора и так я снимаю первую кромочную петлю вяжем 11 ряд напоминаю согласно узора схемы провязываем 2 первые петли 2 вместе лицевой с наклоном вправо предварительно повернув эти петли 1 накид 2 лицевые 1 накид 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево следующие 2 петли провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо предварительно повернув петли накид 2 лицевые петли 1 накид 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево следующие 2 петли провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо предварительно повернув петельки 1 накид 2 лицевые петли 1 накид 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево кромочная изнаночная и так вот мы с вами провязали 11 ряд далее поворачиваем работу вяжем последний ряд уже в раппорте узора то есть это 12 ряд все петли изнаночные до конца ряда и так вот мы с вами провязали уже 12 рядов это ровно один раппорт узора далее вы начинаете вязать начиная с первого ряда то есть у вас идет повтор результате после нескольких повторов у вас получится вот такое вот полотно вот так вот она выглядит как вы я надеюсь убедились узор несложный но смотрится красиво и интересно от себя что хочу добавить что я как правило для того чтобы этот узор был более ровным и красивым не забываем что изделие необходимо потом или образец обязательно постирать или же я например очень аккуратно отпариваю с изнаночной стороны конечно ниже не забываем про температурный режим чтобы не испортить свой образец я как правило аккуратно обдаю паром с изнаночной стороны и тогда ваш образец или изделие станет еще намного более интересным и красивым будет ровненьким и так очень надеюсь что данное видео им к был для вас интересным и полезным у меня остался буквально еще третий вид узора который я использовала в своем новом изделии и на следующий вид узора я подготовлю буквально в ближайшее время следующее видео мк поэтому кому интересно обязательно подписываемся на мой канал также не забываем что я выкладываю свои видео в дзене и в группе вконтакте то есть вы там также сможете посмотреть мои новые видео мк при этом спонсор моего канала на youtube канале и донатом группы вконтакте и я так планирую что я постараюсь в ближайшее время подготовить максимальное количество мк которые смогут посмотреть подписчики и пользователи которые поддерживают мой канал в бесплатном формате понравилось видео мк обязательно ставим лайк и так до новых встреч до новых встреч Продолжение следует... 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 Продолжение следует...